Мастер из Уральска делает точные копии домбр, принадлежавших выдающимся личностям казахской истории и искусства. Аналоги инструментов, к которым прикасались руки Крумангазе, Абая, Мохамбета, сейчас хранятся в музеях страны и их в спектаклях используют артисты отечественных театров. Только за последние шесть лет Ядыген Абиев изготовил больше двухсот домбр, каждая уникальна по звучанию. Именно голосу домбры мастер уделяет особое внимание. Секретами своего мастерства он поделился с нашим корреспондентом Асель Русалиевой. Свою первую домбру бывший тренер сборной страны по лёгкой атлетике Ядыген Абиев сделал 27 лет из обычных школьных линеек. Для изготовления инструмента понадобилось четыре штуки, вспоминает мастер. Эта домбра до сих пор хранится как семейная реликвия. В музыкальном инструменте главное это звук, а не красота. И качественный материал, вот эта домбра из красного дерева. Вот здесь листьевница, не знаю, 50-летняя или 100-летняя из этих, из кошар, из домов разобранных. Вот видно, что она старое дерево. Вот здесь тоже листьевница, здесь по Александрам. Самое неподходящее для домбры сырьё это липа и тополь, потому что звук получается глухой, делится секретом мастер. Лучшие по звучанию инструменты получаются из бука красного дерева и клёна. Если бы сейчас курман газы или дине дать вот такие домбры, как бы они играли, я даже не представляю. Потому что использовались натуральные струны из кишок овцы или козы, например. Оно давало совершенно другой звук. Потом лаком не покрывали инструмент. Был такой своеобразный тембр. А сейчас вот делают лаком покрывают, ещё полируют, получается жёсткий звук, как европейский, для оркестра. Мастер же пытается вернуть современной домбре тот старинный нежный звук. Его можно сравнить с материнской любовью, говорит Ида Генабиев. Именно так мягко и ярко звучат сделанные им копии домбры Курмангазы, Махамбета и Абая. Они хранятся в разных музеях страны и используются в театральных постановках. Это копия домбры, принадлежавшая ученику Курмангазы Борода Салиева. Курмангазы играл на ней. Оригинал хранится в Астраханской области. Одна копия в Алматинском музее народных инструментов, одна у нас. Её звучание совсем другое, проникновенное и живое, как будто погружаешься в ту эпоху. Мы показываем это наследие молодёжи. И то, что 1 июля объявлен Днём Добры, очень важно. Таким образом, молодое поколение будет приобщаться к сокровищницам нашего богатого духовного наследия. Сейчас мастер мечтает сделать домбру, как у Дины Нурпиисовой, чтобы любители могли оценить особое звучание инструмента, на котором играла выдающийся казахский композитор. Асиль Русальев, Руслан Газезов, Уральск, Хабар, 24.